Съемки в киножурнале Яролаш являлись и являются для советских и российских ребят стартовой площадкой, но для некоторых маленьких актеров они стали единственным ярким пятном в их жизни. Саша Нижегородцев как раз тот случай. Думаю, многие вспомнят эпизод «Опять двойка», а для меня самая забавная у него пародия на Бориса Николаевича Ельцина. Я не знаю, почему так. Может, изменилась я, а может, изменилось время и дети стали иными. Но Яролаш тех лет, начало 2000-х, конца 90-х и раньше были гораздо интереснее. Некоторые эпизоды прочно засели в памяти. Отныне посещение школы станет добровольным. Хочешь, иди в школу, хочешь, сиди дома. Саша в Яролаш играл блестяще, был талантливой звездочкой киножурнала. Но мало кто знает, что судьба у него с самого детства складывается очень и очень непросто. Вы видите на экране мальчишку с живым взглядом. Вот он тянет слова, совсем как президент Ельцин. Тогда Нижегородцев уже 7 лет жил без мамы. Умерла. Воспитанием мальчика занимался его отец и бабушка. Именно папа в живом и подвижном ребенке заметил актерскую игру. В 6 лет он повел его к Борису Горачевскому на Яролаш. Далеко не сразу создатель детского киножурнала согласился взять Сашу. По словам знакомой семьи, мол, мальчик с надломленной судьбой и психикой. В 14 лет Нижегородцев остался сиротой на попечении бабушки. Жили они очень и очень скромно. Пожилая женщина – ветеран Трутового фронта. Какая там пенсия? Сколько классов школы закончил Александр? Получил ли он высшее или среднеспециальное образование – неизвестно. Я нашла Сашу в социальных сетях. О себе он ничего не пишет. Одна фотография и больше ничего. На данный момент Нижегородцев занимается стримингом. У него есть свой канал на YouTube – Диванный Воин. Это такой способ заработка. Он играет в компьютерную игру. Можно подключиться и понаблюдать за ходом. Это бесплатно. Но если понравилась игра или сам игрок, можно кинуть донат. Дать денег, сколько хочется. Это может показаться глупостью, но опытные стримеры зарабатывают сотни тысяч долларов. Увы, Саша на этом зарабатывает пару-тройку сотен рублей. Я такое называю для поддержки штанов. Основной вид заработка Саши сейчас – зарплата водителя скорой помощи. Сумма эта небольшая, хватает на скромное поддержание жизни. Некоторое время назад Александр сменил имя. Теперь по паспорту его зовут Сергей. На такой шаг его толкнула нужда. Нижегородцев когда-то набрал кредитов и не смог справиться с финансовой нагрузкой. Долги росли и росли. И где-то в интернете он узнал, что если поменяешь имя, то долги спишут. Эта информация не соответствует действительности. Как жалко, что талант парня пропадает. Если бы не тяжелая жизненная ситуация, может и получился из него хороший актер, коих в нашем кино совсем не хватает.